Если продал, если на нем не чтится, справку скорее возьмите и в налоговую обратитесь. Такое бывает. Машина продана, а сведения об этом до фискальных органов еще не дошли. Впрочем, информации о том, что бывает за неуплату налогов, лишней не бывает. Хотя самого должника на месте не оказалось, о визите комиссии ему обязательно сообщат. Бывают случаи, когда человек только прописан в доме, а живет в другом месте. Но это не становится препятствием для приставов. Мы ищем уже по базе данных, выявляем его имущество. А так ограничение границы, и потом уже человек сам прибегает уже к нам. Когда хочет куда-то выехать, но сталкивается с данной проблемой. Или переоформить хочет какое-то данное имущество, то ли землю, то машина, или счета у него заморожены. И как бы уже сами начинают уже прибегать. Улица Богдана Хмельницкого, Павлика Морозова. Сегодня рейд проходил в основном в центре Адлера за должности. Разнообразные, главное, другое. Собранный земельно-имущественный налог пойдет в городской бюджет, что позволит курорту больше тратить, в том числе и на социальную сферу. Сегодня жители только Адлерского и Хосинского районов курорта задолжали в казну 426 миллионов рублей. С начала этого года по Адлерскому району, в территорийный отдел службы судебных приставов по Адлерскому району было направлено порядка 2100 судебных приказов на общую сумму 46 миллионов. Взыскано в результате применения всех мероприятного взыскания, в том числе с участием службы судебных приставов, по двум участкам 7 миллионов рублей. 1 октября истек срок ежегодной уплаты налогов. Теперь должникам придется заплатить еще большую сумму. По частному сектору, по многоквартирным домам, подобные совместные рейды проходят регулярно и повсеместно. Как отмечают сами сотрудники администрации, после того, как такие мероприятия освещаются по телевидению, люди начинают отдавать долги намного быстрее. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.